Елабужский музей-заповедник запустил новый проект. Интерактивные программы в музее-мастерской декоративно-прикладного искусства с элементами мастер-класса. Дебют состоялся сегодня. В преддверии Дня смеха для школьников города здесь был организован кукольный театр Петрушкиной затеи. Самый известный сказочный персонаж Петрушка и Мария-искусница рассказали ребятам и их родителям сказку о Маше и Псе Барбосе. Старинные традиции юмора, которые заложены в фольклоре, они учат добрые шутки. И эта программа Петрушкиной затеи предполагает вот этот вот урок научения добровечию. То есть если шутить, то чтобы по-доброму. Сказка оказалась не простой, а интерактивной. И ребята с удовольствием выполняли различные задания Барбоса. Угадать народные промыслы, показать сказку, придумать рифму и отгадать концовку русской народной поговорки. Узнать на ощупь старинный музыкальный инструмент, а потом сыграть на нем. Так, что это? Что это? Скажи. Активное участие в новом интерактивном проекте приняли студенты Елабужского училища культуры и искусств, которые озвучили главных героев кукольного театра. А также воспитанники детской музыкальной школы номер один, показавшие гостям свои таланты. Особенно малышам запомнилась игра на старинном народном инструменте – домбре. Мне понравилось, как выступали, ну, играли на, как можно сказать, на маленькой гитаре, как показывали гукольный театр, как работают мастера. Ну, большинство понравились всякие разные там задания. А еще ребята научились сегодня народному ремеслу. Изготавливали обереги, расписывали матрешек, плели из бисера и ниток стрекоз и мастерили зайчиков из ткани с сюрпризом. Когда подошли к мастеру, казалось, что было легко сделать, а на самом деле сложнее. И потом, значит, мы когда начали делать, я уже заволновалась. Зачи будут свяжут образцом. Я сделаю еще больше, свяжу их руки, ну, сделаю хоровод, украшу какое-нибудь блюдо, засуну туда пасхальные яйца. И вот в этот день всем друзьям, ну, подарю им по одному этому ролику. Первый раз, но это очень легко. Одно движение много раз делать, это для меня очень быстро запоминается. Я, наверное, дома еще несколько таких сделаю. Подобная интерактивная программа под названием «Пасхальная ярмарка» пройдет и в дни празднования Великой Пасхи. Кстати, в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства с 1 сентября хотят открыть школу юных ремесел, где любой ребенок вне зависимости от возраста и пола сможет научиться любому народному ремеслу. От маленькой корзиночки до домика, карандашницы и так далее. А в куклах, от куклы-колокольчика маленькой, которая делается за несколько минут, до куклы-оберега парной, которая имеет уже такое ритуальное значение. Ну и в керамике у нас мастер есть, она и там тоже достаточно сложно, то есть вплоть до целого комплекта дымковской дружки. А еще в планах организовать в мастерской воскресные музейные посиделки всей семьей. Людмила Губянова, Антон Егоров, Елабужская служба новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!